а, может быть, кого-то другого суппорта, который не так хорошо ловит, то была бы большая вероятность того, что можно было бы взять антимага и попробовать поспидпушить. Да, но здесь уже так не получится сделать. Ну да, потому что, в принципе, три ключевых героя — это Darkseer, Geocopter, Viper — они не так хорошо цепляют, не так здорово ловят, от них можно просто там блинкаут нажать. Поэтому пока суппорт Винтер верно, который просто будет как вот такой мобильный вариант. Ну да, ребята из Empire решили пока что не открывать свои карты. они не знают, какого кэрием точно нужно пикнуть, да, и решили вот сначала забрать Винтер Виверну, которая, в общем-то, ну, в связке, ну, скажем, Винтер Виверна и Даззл — это два очень хороших саппорта, которые в нынешней мете используются практически всегда. Ну вот, получится ли у них вместе сыграться, глянем. Еще бы добавил то, что против трех ДПСеров и тех же Иллюзий Дарксира Винтер Виверна — это вообще топовый пик, потому что каждый раз, когда ты даешь свой ультимейт, тебя начинает убивать своя же команда, поэтому она здесь оверпауэр, если посудить. Нужен саппорт к ливерам? Наверное, это будет Рубик. Дополнительная инициация, любая. Это Рубик должен быть. На линию с Гирокоптером Бэйна нету, нужен Рубик. Вот Дизраптор был идеален тем, что это как раз тот саппорт, который, имея в своем инвентаре один саппорт, может все равно героя вернуть, и драка начнется. То есть Гирокоптер, Вайпер такие толстые герои влетают, может быть, в БКБ-чиках будут всех убивать, и Дизраптор окупается. Если Дизраптора нет, то тогда, ну, Рубик это тоже достойный вариант, но, возможно, попробует Клевера взять ту же Вейджи Фу Спирит, потому что в целом она, ну, идеально входит, если посмотреть на героев. Ну да, если Саксе так понравилось на этом герое играть, действительно Винга. То есть она мало того, что очень сильно бафает всех твоих героев, но самое главное достоинство — это контра Винтера Верни, потому что ты даешь свап, сам на себя прожимаешь какой-нибудь Глимеркейп Гост, тебя убить никто не может, магией не физой, ну а герой твой сзади уже выходит из тана и начинает раздавать. Да. Верции нужен Кэрри. Кэрри, ну, тяжелый выбор для Кэрри, если честно сказать, то есть какой-то ВК, Свен — это, наверное, самые лучшие представители, ну, короче, какой-то герой, который либо суперкурил. Ну, тут видишь, тут есть Вайпер, который что ВК, что Свена, что того же самого Тиня, о котором я думал, он, в общем-то, очень сильно контрит. Ну, то есть, тяжело, 10 секунд. Короче, Свен, ВК, Луна, Спектра. Четыре варианта, которые пришли в голову. Лик, Лик, Ган, ничего себе, ой-ой-ой. Вот это будет интересно. Я, честно говоря, даже не знаю, почему Ликантропа все забыли. Как по мне, персонаж очень сильный. Ну, такое, я бы сказал, что он относительный. Он против Вайпера очень хорош. Ты не замедляешь его Вайпер Страйком. Его невозможно замедлить, когда он использует форму. Ну, Вайпер может другого кинуть в Вайпер Страйк, там много. Вайпер может Глоскептер купить, прожать, и Волк его не будет дамажить. То есть, много опций. Очень много опций, поэтому имперцы рискуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Представим пока что команды. Эмпайр, Резолюшн на Квин оф Пейн, Хвост на Ликантропе, Ноуфир на Дазле, Алоха Дэнс на Винтер Виверне и Фанник снова на Тускаре. И Кливера, Пайкат на Гирокоптере, Сакс, Венжи Фул Спирит, ЕГМ на Спирит Брейкере, Никва забирает себе Вайпера, И Секси Бамбу играет на Дарк Сире. Сразу хочется сказать, что если имперцы не закончат игру минут за 35, Через Абуза, Рошана, через захода на Хэгграунд, То как в Лейте будет воевать Волк, Квапой против Гирыча, Вайпера и Дарк Сира, это вообще не ясно. С Плит Пушем будет воевать. У Волка много дэмэджа, он может и вгрызаться нормально. Да не, мне, честно говоря, в Лейте или Контроп очень сильно нравится. Ну, такое, милишники, они обычно остаются вот... Ну да, тут у Кливеров, конечно же, два очень сильных хрониках героя. Просто самое жесткое, это Дарк Сир. Ты бежишь в Волке, повесил Сурж, И Волк бегает за этим героем на Сурже. Ну и Спирит Брейкер его способен дизейбли, Ты чарж на Волка повесил и забыл про него. Ну поэтому да, поэтому для имперцев нужна агрессия с полу Пушем. То есть сейчас самое главное, это дать Волку преимущество, Чтобы он быстро собрал Некор 3. Вот быстро в Некор 3 здесь есть большие шансы всех Рошанов забузить. Да. Пытается Алоха Дэнс отзонить Секси Бамбу, Чтобы не мешал как-то резолюшную руну получать. И на боте Нико заберет баунти. У Бамбу сейчас два вопроса. Первое. Придет ли к нему Спирит Брейкер? Если придет, то Бамбу быстро получает второй уровень. И после того, как у него будет Сурж, Триплай ему... Ну и Триплай его только харасит. То есть у Винтера верно нету стана, Уда Златни замедление, Волк, как мы знаем, до шестого уровня такое себе. И вот надо Баратруму идти на помощь. Да? Очень грамотно, кстати, ведут Курьера. Клевера не позволяет Алоха Дэнс убить его. Нет, не увидел. И вот Барик идет наверх. А на стороне имперцев ни в коем случае нельзя позволять сейчас вот этой Дабле набирать Икспу, потому что если они это сделают, то потом очень тяжело будет прогнать Баратрума. Вот Волк уже старается его прогнать. Ну надо сразу, сразу этого... Узает Хаваль, да. Висят щитки, подходит Баратрум, и по идее все. На этом харас хвоста заканчивается. И Винтера верни нужно срочно свой ответ делать. В миде у Резолюшена небольшие проблемы. Сейчас Вайпер разводит его на Блинк. 15 секунд ПД. Вот мы видим то, что произошло. Вот то самое, о чем я говорил. Если ты ставишь Квапу в мид, и ты не дашь ей преимущества, то Вайпер ее изничтожит. И ГМ тут очень много шороху делает. Но Фир не способен один отзонить. Он вообще и Дарк Сир это один отзонить не способен. И когда тут еще и Баратрум, он погибнуть может. Ну да, ты всего лишь суппорт, у которого там единичка армора. Ты можешь кто-то подхиливать. А в свою очередь, Дарк Сир с Спирит Брейкером имеет 11 армора. И ты им не сделаешь вообще ничего. Поэтому сейчас, сейчас Клевера понимает то, что в миде вот есть один друг, который ждет своего момента. Очень хотят они забрать Вайпера, пока могут, пока он не оброс КП. И Вайпер стоит очень осторожно. Да. Ну вот конкретно ему стоит чуть-чуть подальше выйти на эту речку. Резолюшн, кстати, пьет фласочку. Вторую, между прочим. Вторую банку он уже пьет. Он притащил себе еще. И вот здесь Нико можно подловить. Вот сейчас конкретно его реально можно подловить. Идеальный момент. Нету, нету третьего левела у Резоли. Он сейчас добьет этого крипа. Он получает третий левел. У него есть шведустрайк второго левела. Он юзает его в Нико. Выходит Алоха Дэнс на Арктик Бёрне. Нико получает много урона. Будет ли хоть какой-то телепорт? Здесь нет. Телепорта нету. И Нико умирает. Молодцы. Ну, Нико сам загулял. Нико прекрасно мог понимать, что раз в Интерверне 2 минуты нету на легкой линии, она не пулит, она не выходит вниз, она вообще ничего не делает, то было очевидно, что попробует задоминировать Вайпера в меде, потому что он слишком хорошо стоит. Такое тонкое равновесие. Если Вайперу, точнее, если в Вапе на меде не помогает, то он продолжает хорсить Пин оф Пейн, и тогда ничего не сделаешь. Но если ты на него прыгаешь и забираешь, то он не может спамить своей цешечкой. И тогда у него ситуация ухудшается. Резолюшену еще немножечко повезло, он нашел реген на топе, но в целом Вайпер очень сильно, ну, как бы, сквопой стоит. Он заставил две банки прожать. Они от него не отстанут. То есть Нико, он не медер, он не понимает, что, ну, обычно вообще происходит в таких ситуациях, он, ну, как правило, такой хардлейнер, может быть, на кэре иногда постоит. То есть сейчас он должен понимать. Так, Винтерверны опять нету. Опять Винтерверна что-то делает. Следовательно, чтобы не погибнуть, мне нужно играть осторожно и, возможно, вот прямо сейчас фласочку выпить. Нет хп у квапы. Резолюшен юзает шэдоу страйк, отблинкивается, но Резолюшен может просто нелеть. Ну, он не умрет, конечно, но если бы там дал еще две тычки, или Вайпер бы ему одну отвесил, вполне вероятно, что было бы тяжело. Резолюшен уже третью банку пьет. Он не будет терпеть, да, он не будет терпеть. Вот сейчас нужно прыгать. Ник, в свою очередь, в опасной позиции. Выходит на него Винтерверна, под фласочкой захиливается. Там на топе, на топе бьют хвоста под двумя ионшелами, шэдоу вейф от ноу-фера, дэмэдж чуть-чуть наносится. Ой-ой-ой, баши прокает, бежит дальше секси бамбу, бамбу кончает защиту, но с руки забирает, и это минус хвост. Ну, надо понимать, что вот конкретно в этой ситуации тяжело было выбрать другого какого-то кэри. Нет, в этой ситуации, как бы сказать, помогать надо своему кэри, когда вот такое происходит, просто два ВК забегают по тавр, забирают та же и Дазла, подходят в Интерверна, но... Переагрил, переагрил вышечку секси бамбу, но тут Алоха Дэнс может убить двоих, в чардж нету маны, есть стик, но не хватит маны на... Ну, он поразвает, саппо, купил таппо, купил таппо. Стики поражал, и есть чардж, но не успел. Алоха Дэнс делает даблкил. Тысяча золота уже в Интерверне. Ну, вот, неплохо поднялся, можно прямо сейчас Аркантапки варить. Прямо-прямо сейчас купить Аркантапки, получить четвертый левел и сейвить хвоста, там, ну, конечно, от Ион Шеллов так себе сейвить, когда там два чувака, обмазанных этим Ион Шеллом, в упор стоят и в Колдом Брейсе тебя бьют, ты не лечишься почти, даже, может, демиджа больше получаешь. Да, ну и дальше, пока происходит такой овноч на миде и сверху, мы можем также посмотреть на место, что здесь-то стоит гирокоптер, который находится на фрифарме, и у Панника очень большие проблемы, потому что он вообще не может к фрифам подойти. Нападают на Волка, и опять Пашике дает ЕГМ, неплохо он за коробку играет, возвращаются за Нофира, а тем временем Вайпера снова забирают в миде и забивают Резолюшена. Надо было сразу Алоха Дэнс юзать свой Колдом Брейс, чтобы, возможно, Квин оф Пейн успел отхилиться, правда, там ракета второго левела, она достаточно много урона наносит. Ну, ладно, в общем-то, стараются имперцы, конечно, как-то не расслабляться, если их давят на одной линии, они либо возвращаются на эту линию и давят в ответ, причем еще сильнее, либо стараются как-то в миде воевать. С другой стороны, фарм гирокоптера не контестится вообще никоим образом. Это самое неприятное, что сейчас для Эмпайр происходит. Да, умирает Вайпер, да, там вроде бы Дарксир умирает, и Братруму убили, ну, а что с этого, если гирокоптер фрифармит, а Ликантроп нет, и это, ну, скажется вот в мидгейме. Ну, я вот еще добавил, учитывая то, что Квопа у нас по-прежнему не шестой, все-таки она тот герой, который может быстро его убивать. Получается так, что у Винги развязаны руки, и она может двигаться либо на мид и просто охранять Вайпера, может быть, там даже чекать какие-то руны, либо вариант номер два, мы передвигаемся наверх к Братруму и Дарксиру, и там Волк просто будет умирать за стан. Он просто будет умирать за стан, поэтому нужно как-то вот, ну, какую-то вылазку сделать. Вылазку прямо сейчас, вот мы видим то, что Нумфир выбрал интересное направление, все-таки решил он попробовать свои силы, и вопрос там, есть ли у Квинут Пейн ТП. Да, ТП у Квинут Пейн есть. Но там Корова летит уже прямо в резолюшн, если баш... Нет, Корова отменяет чардж. Ну, такое, да, просто предупредительный разгон на резолюшн, на резолюшн вообще не можно стоять, тут хороший кулдам от гирокоптера, замедлил Фанника, замедлил Винтер Вернут, и Квопа поднимает хейст. Вот сейчас нужно бежать. Очень повезло Пайкату, что в последнюю секунду он сумел уйти, и вот теперь Вайпер знает всю информацию о противниках. Снизу никого нет. Квопа, Винтер, Виверна, Тасик спокойно в него заезжает, они его убивают, и можно, в принципе, пойти пофармить там свои леса за счет пассивочки. Ну, то есть на меде стоять очень опасно. Не дай по-прежнему Ликантропу фармить на топе. Ну, можно в лесу идти, на самом деле. Это стойкая связка. Они Дарксиру за один хилл оставили 250. Да, так вот Шедоу Демон с Дазлом, Ликантроп с Дазлом, это такие старые достаточно комбинации, как и Нага Сирены вместе с Дазлом, тоже вот из-за большого количества юнитов, ты можешь вот так, а тут байт такой на резолюшн, и сюда припортился. Алоха Дэнс пытается убить ЕГМ, а Шарик пошел, все в ЕГМ, и ЕГМ получает много урона. Скрим, бринкается Квопай, юзает Соник Вейп, будут пытаться убить еще и Нико. Вот здесь Вайпер, Страйк в Резоле, но Резоль на хосте, он просто убежит отсюда. Фанник выгрызается в Вайпера и убивает его. Отличная реализация. А резолюшн еще засейвили Колден Брейсом, он выживает. Ну вот сейчас очень здорово разыграли имперцы. Спалили вот на этом варде корову, видели то, что она бежит на них под Аймшеллом, и слегка, мол, поставился резолюшн, мол, можно будет меня забрать. Мол, дурачок, дурачок, смотри, стою, фармлю. Да, 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 да. И пока саппорты имперцев выжимают максимум, потому что сверху, ну, как сказать, тут тяжелая ситуация, в принципе, все, этого Дарксира ты никак не сможешь прогнать, поэтому нужно искать счастье на других линиях. И вот пока у них получается. Новый идет чардж, хвоста на хвост. Хвоста здесь не убить. Он такой, знаешь, пугающий, пугающий. Он волками, кстати говоря, фармит. Волки имеют неплохое сопротивление магии. Да, он сейчас понимает, что на линии показывается... Паник, кстати, умер на боте, пришел Лоха Дэнс, пытается Пайката как-то... Маладин, он может с ним и не справиться, хотя погоди-ка, погоди-ка, вроде урон наносит. Пайкат юзает фейза, а тут Кмин оф Пейн. Резолюшн, как всегда, вовли. Забрали Пайкат, а тем временем выходит на хвоста. Барик с Дарксиром забегает прямо по тауэр, вешивает Греф на хвоста. Нужно драктать. Нужен шедоу вейв, очень сильный, но не нанес. Одним шедоу вейвом можно было похоронить и Дарксиры, и Баратрума, наверное, даже, да. Ну вот, в принципе, когда вот так вот все тяжело, у Алка есть один аут, который работает очень хорошо в таких раскладах. Это... Ну, Рошан, это если хоть что-то будет там, хотя бы Владимир, а то без него врывается на бомбон, он намекает. То есть, хотя бы какой-то Владимир, может быть, медалька, а то его будет забирать совсем уж грустно. Так что сейчас нужно просто идти и фармить свои леса, чтобы добивать себе нужные айтемы. Но Сакса прекрасно чувствует ситуацию. Идет за волком, показывает его, Барик врывается на Резолюшена, и Размен пока неравноценный бежит. Ну, тут как бы Реген, Реген есть у Клопы, и надо убивать Саксу здесь. Ну, кого-то точно надо убить, потому что... Ну, это наглаз, да, просто бегает по вашему лесу, прыгает Резолюшен, 5 секунд до ультимейта, волки начинают грызть, и убили. Молодцы. А тут ЕГЭМ. Винтер стерк в Никола и пытается сейчас забрать Баратрума. Баратрум умирает, но за Вайпером уже не надо. Шведский конвивер смерти в их исполнении. Можно дальше кого-то забирать. Есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы убивать Вайпер. А, Сониквей попадает под Вайгим сейчас, но Никола пытается спастись, прыгает. Хорошо, вырывается Резолюшен, гонит Геррокоптера, также бежит сюда хвост волком, и у Пайката проблемы. Имперцы делают минус, 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 минус. Александр Юрич! Александр Юрич! Добивает. Здорово. Но имперцы прочитали все. Вовремя оказались пятером. Очень красиво сыграли, да. И Винтерскерс был вот именно в того героя, которого нужно было ультануть, чтобы он не помог Баратруму. Чтобы сначала спокойненько забрать Баратрума, переключиться на Вайпера и убить его. Ну вот теперь, когда Байдена Волка в лесу удался, Волк покупает для себя быстро Владимир, можно там еще какую-нибудь медальку быстренько набрать, то имперцы смогут забузить Рошана вообще в любой момент, и Кливерам нужно будет об этом помнить. Нужно начинать вартичку ставить. Байдена Волка в армии. Да, вот уже... Нужно получить шестые левела. Вот ЕГМ нужно получить шестой, а там уже, собственно, у всех есть, да. То есть только ЕГМ у нас пока что не имеет. Шестого уровня на Баратруме, это очень важно, имеется Незер Страйк. Он покупает урну себе. Бременем хвост фармит лес. Старается фармить, старается получать побольше золота. Варда на топе у Дазла нету. Такого сейвого есть наподобие вот этого, но Вижена хорошего не дает этот вард. То есть когда там телепорты какие-то делают люди на Т1-вышку, ты этого не видишь. И даже если ты фармишь прямо вот рядом со своей Т1-вышкой, ты можешь просто погибнуть, потому что корова в тебя уже въезжает наверняка, ну а там за тобой задавят и быстро убьют. И никакие телепорты тебе не помогут. Поэтому вард туда нужно ставить, если вы планируете фармить. Но похоже, что нет. Похоже, агирокоптер там просто забирает вышку. Сейчас вот тролль варда хорошо исполнял секси-бамбу, но врывается на него на него вверх. Ну не надо, не надо, мне кажется, на него. Хотя тут, погоди, тут резолюшн в инвизи, можно даже было бы ультануть в интервиверной. Так, Сониквейва нет. Есть тики, бамбу, бамбу скорее всего убежит. И клевера довольно-таки хороший подбор для себя совершили. Да, не стоит. Вышли наверх, забрали вышку, сумели убежать, и при этом еще там вайпер что-то подфармивал. Коровка, мы видим, уже шестого уровня. Так что клевера начинают хорошо огрызаться. Если бы Алоха Тенс там подултил, то, наверное, можно было бы убить даже секси-бамбу. Но не стал, не стал. Ну вот с ультили на Винтерверну. Может быть, сейчас получится у него гирокоптера остановить. Да, да, хороший ультимейт. А тут есть Соник, тут есть Соник. Пайкат умрет, просто умрет. Голл кричит, резолюшн на мужчину до конца. А почему он не заюзал Сониквейв? Он же мог убить Пайката. Да, в чем дело, маны не хватило. И Саксу пошел до конца, забрали Дазла, также убегает интерверно. И да, резолюшн пожадничал. Я вижу, что у него есть Сониквейв, но, возможно, ему в последний момент просто не хватило маны. Возможно, просто не хватило маны. Я вот не видел, сколько у него было, но тут ему, конечно, надо было использовать Соник. Он бы убил Пайката и выжил бы сам. И тем временем врыв на Паника. Подходит коробка, вайпер попадает своей ультой, Паник не успевает закатиться в шарик и еще минус один. А вот это уже русский конвейер. Да, русский конвейер. Русский конвейер. Ну, скорее, вот по вардам сейчас здорово, то, что Тайера заставляют имперцев идти драться на их плену карты. Вот мы видели то, что вот тут вард, он какое-то время отработал, тут он по-прежнему стоит. И раз уж мышку мы сверху забрали, все, нам нет смысла идти вверх. Мы, как бы, в лейте посильнее, поэтому нам нужно фармить. И фармят. Квапа, кстати говоря, делает оркид первым. С артефактом. Можно туда зайти. Станов не так много, застали ездить в корову, и ты почти не уязвим. Там один стан венгет, которого можно прыгнуть. Тем временем прыгают на вайпера. Вайпер довольно-таки там танковый. Хороший прокат от паника. Вайпера забрали. Также летит сюда бамбу, но ничего не сделает. Имперция еще думает, не раздать ли ей бамбу. Ну, вообще его заперли, но демоджа не хватит у него мека. Слишком много хп. Дарксира. Что там со стаками? Стаков никаких нету нигде, да? Никаких стаков нигде нету, но есть возможность забрать Рошанову импайр. Они и сами должны это понимать, и 4 сел должны этого понимать. Ну, опасно, я согласен. Действительно рискованно прям выйти на этого Рошана и попытаться его в наглую убить. Ну да, сейчас есть такой момент, то что клевера немножко опережают по ключевым артефактам. В первую очередь это мека на Дарксире, потому что мы видим Фанику, он хочет сделать то же самое, но вот на такой стадии мека дает существенный перевес. И раз уж противник, он сильнее тебя 5 на 5, то подставляться вот в эту хучку под Рошана, где хорошо может зайти куда он, стеночка, не стоит, и нужно немножко подождать. Либо опять-таки забрать смок и попытаться убить кого-нибудь у 4 сел через Винтерскерс. Как раз-таки Винтервиверны есть смока. Ну вот всегда доступен такой вариант, что можно разделиться. То есть, как мы знаем, волку нужно немножко времени, чтобы загнаться, там либо блэкинг бар, либо быстрый некрер для себя купить, и он, в принципе, самодостаточный. Он может разведывать волками. Мало того, что он разведывает волками, он при этом спокойно фармит леса, даже без них, при этом он отлично пушит линии, и его основная задача сейчас разводить. В то время как остальные 4 МТВК, им нужно становиться ниндзами и бегать охотиться. Похоже, клевера решили, раз уж они сильнее 5 на 5, они просто будут давить мид. Ну, все так, не сильнее, но просто легкий перевес. Такой легкий. За счет МИКи. Ну, я пока не знаю, у Вайпера так просто забрать не получится, у Братрума 1200 хп, как у Вайпера, собственно, у Пайката 1200. Просто их польза заканчивается на том, что Винтерверна кидает спринтер-бласты, у нее кулдаун 7 секунд, и поэтому клеверам жизненно необходимо попробовать как-то вот обойти... Ну, вот они смолки, да. Да-да, обойти и убить тех самых спамеров, которые кидают издалека нюки. А имперцы умные. Фаник подставляется, его охраняет Даззл, то есть взять их будет почти нереально. При этом издалека он будет закидывать айшарды, и вот такой пуш может длиться вечность, если клевера не пойдут. А клевера идут, и посмотри, как нагло... Вик пошел очень хороший от Даззла, погоди-ка, Фанико пытается забрать, все станы летят, Фанико, он справится. Как-то Фанико продали, да, то есть, ну, вроде бы, вроде бы рядом с тобой была твоя команда, но, видимо, в последний момент подумали, ну, его нафиг. Сюда еще и резолюшн пришел, неужели хотят драться в этой ситуации? Ну, не-не, бежать, бежать, бежать. Не, погоди, погоди, вот, Волк в форме... Не, ну, Волк в форме форма-то очень скоро закончится, осталась ровно половина, и вот без формы Волку уже будет не так опасен. Нужно идти... Ну, Хвосту нужно заниматься своей задачей. Вот он тут стоит на миде, что-то Волки бегают, он рядом с ними, ну, Волков он может и с другого конца карты пустить. Ему нужно фармить себе айтемы. На топе резолюшн не стал добивать вышку, он, ну, не знаю даже. На самом деле, можно было бы пытаться Квину Фейн забрать топ в тот момент, когда клевера были в миде, но, видимо, Эмпайр планировали драться за эту вышку, но в итоге получилось, что они не сами ничего не забрали, ни вышку не отдефали, фортификейшена нету, вгрызаются в нее клевера и забирают. И жизненно важный тавер забирают для себя клевера, то есть работает довольно-таки хорошо, убирают те ресурсы, на которые можно тпшиться, если будет драка нарушение, и постепенно вот так вот готовятся к тому, чтобы можно здесь было провести хороший замес. Имперцы нужны смоки. Нужно идти и реализовывать ультимейт Квапы. Вот Квапа, Квапа, этот герой, он требует постоянной реализации. Если ты бегаешь на кого-то, кричишь, то твой ультимейт, ну то есть ты окупаешь себя. Если фармишь ты, фарми тот же вайпер и игрокоптер, то в минуте там на сороковой уже эти учиты уроны не так себе, когда там по две тысячи хп все будут бегать. Но тем не менее это pure damage все-таки. Ну, pure damage, но он не растет. Он не растет с уровнем, в этом вся суть. И резолюшену нужно идти в смоках атаковать. Вот, вот то, о чем я и говорил. То есть сейчас риск. Риск нужно брать. По фарму мы не выигрываем. Кушать еще рано. Вот, нужно пойти кого-то взять, но пайкат, я не знаю, как он чувствует, как он понимает, но... Ну, извини меня, где крипы, туда фармить точно не придешь. Он очень сайфово играет. Старался принести его на интригу его действия. Гривзы появляются у Дарксира. Больше ему оркид не страшен, которого еще нету у Кмин оф Пейн, поэтому актуальность этого оркида становится с каждой минуты все ниже и ниже. Да, мека на фанике еще не готовы, клевера чувствуют свою силу и идут по низу. И вот здесь вопрос, кто кого перед ДПС-ит, если будет битва по Таврам. Ну, вообще, по идее, пока такая равная ситуация, потому что в целом и там, и там, ну, есть и сумоны, и крик волка, и ауры. Но ребята сплит пушат. Ликантроп в миде ломает, на топе ломают имперцы остальные. Да, и дабы не пушат по одной линии, хвост делает мудрее. Он пошел пушат мид волками, но есть такой небольшой момент, что зацепил его EGM, начинает его башить, ничего себе, два башика подряд, волк убегает наверх, развели его на ультимейт, и в целом, если пойдут битва, то размин можно считать равным. Ну-ка. Тут телепорты у команды 4CL имеется, кстати, массовые ТП от Empire на бот, хоть кого-то успеет зацепить или нет, ульт от Винтер Верте, Секси Бамбу, он здесь умрет точно. Хотя ставит стенку, юзает вакуум, много урона наносит. Я вообще думал, чтобы удраться, да, потому что очень хороший прокат дал Тарксир, здесь в принципе все биты и подходят сюда играть. Ну а здесь в межинстве уже Кливера-то, там есть Соник Уэйв, юзает Толкер Грейв на себя. Без кулдаунов имперции, им нечем драсти, хвост из ульты, не может вписать никакого дэмэджа, забирает пену Фейн, хвоста прессует, Грейва нет в интерверном без Колдун Брейса, в итоге вообще забирают всех Кливера, обалдеть, как же они сражаются. Но Фир повесил Грейв на себя, когда у него было половину хитпоинтов, это видимо какой-то мисклик ужасный сейчас был. Вот тут волки, волки грызут Рейнджи Фл Спирит, нужно ей отступить. Да, он еще летает Шарды, но Кливера, молодцы, что использовали с умом танковые качества Дарксира. Даже я поверил, что они уже убежали, но увы. Нужно было давать Соник Уэйв через Квапу, ну, нужен был Соник Уэйв от Резолюшна, но он не смог его дать, он сначала получил там пару станов, потом Винтер Виверна его Резолюшн отправила в Колд Эмбрейс. Я бы сказал, что без формы волка лучше вообще не идти драться. Ну, то есть забрали одного, да-да, забрали одного, все, вы свою задачу выполнили. Волк без ульта, он бегает, у него там 330-300 МС, его бьют Геррокоптер, Вайпер Саранжау не может на них достать, и поэтому волку нужно, ну, как-то рассчитывать свои силы. Есть ульт, иди драться. Так, ну и что же, теперь ситуация сложная. У Вайпера 1500 хп. Интересно, есть что-то в курие? Нет. Ну, просто решил упаковаться на хп. Геррокоптер мы видим то, что берет себе статовый билд, потому что, в принципе, магии у имперцев не так много. То есть, есть, да, конечно, легкий спам от Винтера Верны и Тасика, но остальные спилы не так опасны. Часть их пробивает БКБ, поэтому статы, статы, еще раз статы. Вообще, все на статы пакуются. А ты как подумаешь, волком против такого играть? Ты забегаешь, тебя ультит Братрум, пробивает, даже если будет Блокинг Барф, тебя ультит Вайпер, пусть даже ты бегаешь быстро, но атак спит у тебя маленький, и драться вообще нереально. Ну да, здесь тяжеловато, конечно, и Ликантропом играть, но другого персонажа, вот я не могу даже представить, кого можно было бы выбрать. Джиггернаута забанили, Клевера. На месте волка я просто сказал в такой момент, я ФК фарм, все. 20 минут я не сражаюсь. Ну тут вот Братрум портит всю малину на самом деле. Можно было бы попытаться реально через Ликантропа собрать Некра, собрать, там, может быть, Керасу какую-то и стараться просто ломать вышки, потому что вышки он ломает не намного медленнее, чем тот же самый Тинни. Ну вот хвост уже начинает входить в ту кондицию, когда довольно-таки хорошо начинает фармить, он имеет, ну он догоняет Герокоптер, у которого отличная стата. Резолюшн, кстати, с Оркедом нападать должен на Пайкат, но он боится на него блинкаться, он просто боится на него блинкаться, потому что там есть Т1-вышка. Очень толстый, да, там есть Дарксир с Грейвзами, есть Винга, который этого Герокоптера ментально спасет, и Резолюшн сейчас, ну точно не хочет рисковать, учитывая, что они фармят вниз, и они фармят топ. Вот сейчас вот на таких разводочках мы видим то, что графики по чуть-чуть, вот уже на одну тысячу в пользу имперцев. И самое главное, не драться. Вот самое главное, не драться. Да, вот, занимаются своими делами. Тусик с Винтера верный, закидывает спилами, Дазл стоит на подсейве, видит то, что Вайпер и Герокоптер начинают бить Тавер, и в это время Клопап начинает пушить вниз. Хипти-пифти. Нужно забирать хоть какие-то вышки сейчас имперцем. У Ликантропа первая только пачка некров, это не так много в действительности. Ну хотя бы есть мека. Может быть тут и удастся как-то хорошо подраться, если первым напасть в Дарксиро. Ну убить одного героя как минимум нужно за Винтерскерс, а там уже как попрет. Потому что у Вайпера там Сэнш у него полторы тысячи хп, у Пайката с Энжиньяш тоже хитпоинтов много, плюс грифзы. Тяжеловато будет. Ну я бы сказал, что если убивать, то только Вингу. Потому что всех остальных она спасет. Да у Винги, извини меня, тоже тысячи четыреста. Я понимаю, да. Я к тому, что вот пока Винга не вкачался, только у нас тут выход в те времена на резолюцию, на резолюцию. То есть вот пока Винга не вкачался, она бывает, что шестого левела с одним сапогом можно как-то ее запрессовать, но тут как-то Винга очень хорошо себя чувствует. Опять у Саксы много фарма. Да нет, он четвертый по надвосту. Тут наверное дело в том, что у всех много фарма. То есть посмотри, там Барик уже почти имеет Владимир. Доксир обогнал Вайпера. Ну просто обычно у Винги столько же фарма, сколько и у Дазны сейчас. Да, обычно. А тут они хорошо его качают, прям бодренько. И заходит на Рошана. Ситуация тяжкая. А у Е нету у Эмпайр хорошего, разве что вот Винтер Виверна. Ну и Соник Вейт. Ну есть, конечно, Соник Вейт. Ну вот можно войти, кстати, посмотреть, как хорошо стоят. Тут единственный момент, что еще он нашел гирокоптер очень хорошего крипа. Это Огр, который значительно увеличивает его армор. И имперцу нужно рисковать. Винтер Скюарс в ЕГМ. Повлетает Шар, Соник Вейт. Ну все живые из-за Гвардиан Грифс. Панник подставляется под Рокен Бараш. Получает огромное количество урона вакуумы со стенкой. Пока убили только одного Тускара. Но... Воск рывается, понимает, что никого он не продамажит. В принципе, имперцы поменяли таска на гирокоптера и нужно ждать Тасика, который сделал байбэк. Волки начинают грейзть. Винтер Виверна улетает на фонтан. Волкам нельзя палиться, нужно прятаться. Да мне кажется, что здесь один Сакс со своим. Посмотри, какой у него демок. Надо драться, надо драться за Рошана. То есть, можно как-то попробовать, может быть, что-то сделать. Есть мег у Дарксира, есть шарики. Может быть, попробовать даже его своровать. Да, вот сейчас он посветил и будет ли рисковать Фанник. Глебань, давай. Пошел, улетает на Рошана, но немножко не хватает СП, забирает Аегис. Фанник, отличная игра, подходит в NoPir. Нужно агревать, нет, беги. Что-нибудь, скрим, орки, ты чего нету, у Резолюшена. Минус Аегис, отсюда пытается спасти Симпайр. Резолюшен уходит все-таки здесь. Что же будет с Фанником? Где Волк вообще? Волк появляется, начинает бить Вайпер, у Вайпера нет маны, не может он закидывать в NoPir, просто суппорт пошел, убивает струки, так же подходит Резолюшен. Хороший астист, у Нику большие проблемы, Саксы не может свапнуть. Сдите Shadow Wave, хорошо. И этого тоже, говорит Резолюшен, подходит Пайкат, отличные шарды от Фанника и имперцы провели феноменальную драку, как же у них. А Пайкат-то здесь один, летит уже Shadow Strike в него, вив работает, много минус армора, здесь вешается Оркет в Пайкат, а Пайкат старается драться, ему не удастся отступить, Shadow Wave, Dazzle делает враг. Да, Фанник просто MVP этой драки. Как и Саксон на предыдущей карте, он своровал, он, кстати говоря, не своровал ей, опять-таки помечу, он именно его подобрал, то есть Рошана добили Empire, они получили с него XP'у и золото. И еще вот 2000 золота за драку. Харьковский, что еще сказать, он знает, как Рошанов отжимать. Видимо, этому учат. Ну, в Харькове, да? Не, ну просто навык хорош. Фанник, он вообще любитель. Ну, он грамотно, грамотно, конечно, Не, именно он любитель таких авантюр, то есть, когда бывают такие ситуации, что, знаешь, надо устроить ЙОЛО гейминг, пойти там 1 в 5 и совершить супер необычный мув, то у Фанника в этом рука уже набита, я вот к этому имею в виду. То есть, он как Ваня Арстайл лучший год, он просто бежит, ну и дальше как там, ну, как повезет. Стиль игры Глеба, он такой своеобразный, то есть, даже когда он стоит на хардлейне, он может как вот на предыдущей карте сделать ферстблат на Тускаре, да, на своей линии, вот, против Оперейшна Эмберспирита, а может и, ну, там, подставиться, погибнуть из-за того, что он очень агрессивно играет, потом прилететь с телепорта и опять погибнуть и пропустить очень много экспы. То есть, раз на раз не приходится, но здесь Глеб сыграл действительно феноменально. Я не знаю, что бы делали Эмпайр, если бы сейчас не вот этого драка на Рошане. Ну, если посмотреть по графикам, мы видим то, что Эмперцы отыграли 5000 голды за счет отличных сражений и есть очень приятная новость, то, что Волк почти нафармил третий Некра. Осталось их только себе принести и вот, в принципе, вот на такой стадии Пик уже имеет критическую массу и нужно стараться его реализовывать. Но, хвоста нашли в Смоке, Винга, Геракоптор начинает его пробивать, очень много демджа получает пост и умирает. Так. Резолюши начинает покупать Блэкинг Бар, понимает, что от Аганима здесь уже особого толку не будет, нужно как-то переживать магический прокаст команды 4СЛ и для этого ему нужно БКБшечку иметь. Вот сейчас интересно, что купит себе Алоха. Алоха 2600. для Миркейп, ну, Блинк Даггер не помешал бы, наверное, здесь все-таки, а может, рефрешер начнет сразу. Просто рефрешер, да, потому что, ну, его ульта здесь заходит хорошо. В принципе, все герои бьют друг друга и если дать две хорошие культы, то может вообще всех похоронить. Да, пока что у Алоха Дэнс получается Винтерскерса давать именно такие, какие нужно. Знаешь, не абы в кого, а вот именно в тот момент, когда нужно дать, в того героя, в кого нужно дать. И, видимо, чувствует Алоха, что нет прям такой острой необходимости в Блинк Даггере для него конкретно на этой карте, поэтому он решил покупать более такие полезные артефакты для себя. Третий Некраб появляется у Ликантропа. Ну вот теперь можно сказать, что пик имперцев он уже переходит в критическую массу. Значит, третий Некраб есть у Волка. То есть фармить какой-то БКБ ну очень долго, так что нужно идти... Солар, мне кажется, можно добрать. От Солара пользы будет много для Ликантропа. Можно, можно. А к тому, что сейчас нет таких артефактов, которые бы существенно имперцев апали, им нужно идти все это реализовывать. То есть БКБ на Квапе, Грейвзы на Таски, Некротроп на Волке, все, вот сейчас идут пушить. Единственное, вот немножко опасно, то, что они тут прям в лоб тут могут хорошо закомбинировать клевера. Я вообще ожидал, что как-то вот, может быть, вот так вот зайдут там в спинку, со спины, втроем, вчетвером. Но без МКБ действительно тяжело выйти, потому что клевера все-таки тоже позицию держат и они не будут просто так отдавать своих героев. Там всегда есть свап, всегда может войти Дарксир, подхилить. Дарксир, между прочим, Блинк. Если вы пятером нападете на одного из героев команды 4 сел, сразу же получите вакуум и стеночку. А в таких ситуациях драки обычно проигрываются, когда ты подставляешься под вакуум в пятером. Да, и похоже на то, что так, вот интересно, есть ли смоки? Смоки у Винтерверны нет, у Дазла его тоже нет, в Куреон не лежит и на базе есть аж две штуки. Ну, у Тушгара есть, смолк. Ну, возможно, да, возможно, ждут Рошана. Возможно, такая опция, потому что там Винтерверна может проявить себя во всей красе. И раз уж у нас еще, что давайте попробуем. Ну, не скоро Рошан появится, там, три минуты минимум у Респаун, максимум аж целых шесть. За шесть минут Пайкат может сделать и БКБ, ну, БКБ ему тут, наверное, все-таки придется приобретать, а может и нет. Вот Резолюшн дал предупредительный даггер, но прекрасно понимает, бежит корова, цепляет Фаникой, Гэм врывается в Резолюшн, в итоге Фаник старается убежать, Фанику нужно помочь, но Вингаеву свапает и Фаник забрали. Вот такая, знаешь, авантюрка, то есть, ну, как-то вдвоем идут на Герокоптера под Тавар немножко рискованно и, ну, так всего лучше не делать. Назерстрайк был заюзан, поэтому Резолюшн больше, в общем-то, бояться нечего. Вот единственный герой, да, вот Спиритбрекер, который реально его способен напрягать. В БКБ Вингаеву уже не так страшна, на станном не попадет в тебя, разве что свап, но от свапа ты можешь отбликнуться, постараться как-то. Т1 вышку в миде Резолюшн забирает вместе с иллюзиями, может, кто-то ее заденяет, да, сюда приходит Пайкат, отагривает крипов и деняет вышку. Так, пошел Барик за Аллоу. А вот и стан. Пнул в ЕГМ Резолюшн. Бежал мимо Резолюшн, и Резолюшн получает сапп... Что это такое, боже мой? Сакса драмы не прожимала, кстати, может, прожал бы драму, убил бы. Нашел ЕГМ Винтерверно, Винтерверно дает на развороте хороший демэш, подходит сюда хвост, в итоге забирает ЕГМа, отличная стенка, стяжка от Дарксира, нужно убегать. Но есть Соник Вейв, и есть Некра, может быть, как-то попытается подраться, Некра вгрызается в Пайкат, он нужен Соник Вейв, здесь от КВП Пайкат убивает милишного Некра, получает много урона, очень мало ХП у Дазла, Дазл лечит себя и свою команду. У Секси Бамбу нету больше прокастов, Аник получает Вайпер Страйк, 15 секунд до Валрус Панча, его чуть-чуть подблочили собственные волки, но, похоже, драки здесь больше не получится. Их четверо, да, четверо, они отдали свои кулдауны, Вайпер без Незерстрайка, Дарксир без стенки и лучше всего не рисковать, и в целом, ну, отдали одного субпорта. То есть Барик, пусть даже там 800 голды, но в целом отделались легким испугом. Хвост начинает Блэк Кинг Бар покупать, или это будет Дезолятор, не знаю, не знаю, может быть и Дезолятор. Ну да, наверное, все-таки БКБ захочет, но... Дезолятор на Ликонтропе тоже приветствуется. Огромный минус армор, то есть он работает с волками, работает под хаулем, под... Под Некрами, под Некрами, да, то есть реально очень хорошо это помогает. Вот если ты покупаешь медальку и не можешь ее юзать на вышке, а вот Дезолятор по вышкам работает, и не ровен час, что Эмпайр придется, возможно, даже сплитпушить этим Ликонтропом. Просто есть такой легкий момент, что Дезолятор можно и потом взять. Ну, Никола у нас погибает, у него тут ни телепорта нет. Ну, вопрос, вопрос. Подходит сюда Винга, не успевает заслапать. Нужно прятаться. Спрятаться. Да, Винга убегает. Так вот, ну, Дезолятор хорошо заходит, но, в принципе, БКБ дает тебе такую надежность, что ты не лопнешь за проказ Герокоптера. Вообще, МКБ, вот смотри, Герокоптер уже фармит себе Баттерфляй. Если видишь, что фармишь Баттерфляй, то сейчас, я думаю, хвоста в голове одна мысль. Это БКБ, МКБ и Абисл. Ну, Герокоптер забил на БКБшку, то есть, тут его можно пробивать и квапой. Все-таки, шутки шутками, а Shadow Strike 4-го левела он нормально замедляет и дамажит неплохо. Поэтому, ну, и кидать его можно там каждые 4 секунды. То есть, теоретически, ой, неприятный вакуум Фанника, у него нету блинка, неужели он не спасется? Да, он, похоже, тут вряд ли уйдет. Ну, не, можно попробовать как-то засевить, но Фир старается убежать. Фанник хорошо дает World's Punch по Братруму, но Братруму его догоняет. Опять у нас все продали Фанника. Ну, Фанник такой, разменная монета. Ему, конечно, лучше не погибать, все-таки он Hardlaner, который имеет не самый маленький NetWars, 6400. Саппорт имеет намного меньше, но все-таки Тускар там оттуда вряд ли бы уходил. Он просто сделал максимум дэмэджа, максимум пространства создал, чтобы его саппорты ушли через ТП. Ну, вот он просто сейчас создает движуху для своей команды. То есть, Дазл, в принципе, эту движуху создавать не может. Он больше используется в защитных целях, там, например, драки 5 на 5, чтобы на всех повесить армор. А вот, если брать вот КПД, то КПД от ультов и от фарма Верны сейчас больше, чем КПД от раскачанного Тасика. То есть, сам, вот мы видим то, что по NetWars'у Винтера Верна уже оторвалась и вот близится тот день. Вот-вот рефрешер уже появится у Алоха Дэнс. Да, и вот тогда могут быть любые перевороты. То есть, тут надо понимать, как бы ни нафармили Кливера, если зайдут два игрок айтемов, тем больнее они будут бить друг друга. Ну, если там будут такие МКБшнички, там, Баттерфляи, поэтому сейчас только от этого и надо играть. В принципе, Волк, он уже на такой стадии, что он не сильно кого-то пробивает. То есть, да, там есть Некрай, это Сумоны, но, если так подумать, то там стенка, вакуум, проказ Гироча и все его вот эти вот штучки почти моментально умирают. БКБ появляется у Хвоста. Не страшны ему всякие вакуумы, кролдауны, саны венги. Ну, по-прежнему, ну, вайпер страйк ему и так, в общем-то, был не страшен, когда он в форме находился. Разве что Баратрум может помешать очень сильно. Пайкат начинает фармить стаки, которые он себе сделал. Небольшое затишье у нас на карте. Рошан должен скоро заспав... Да, он уже заспавнился. Дарксир с иллюзией видит то, что в Рошпите уже есть вот этот вот колемчик, с которого можно взять Аегис. Ну, нужно, конечно, аккуратно играть с Кливером, потому что они могут этого Рошана очень просто отдать. Да и Эмпайр тоже нельзя расслабляться. Есть венга, которая обладает минус армором. Можно взять Волка и пойти на Рошана и быстро там его забрать. Но тут никому не стоит расслабляться. Любой герой, вот, то есть, если ты где-то ошибешься, то ДПСы там и там высокие. У Волка это Некрачи и Хаваль, которые бафают всю свою команду, ну, а у Кливеров тут просто полный набор. Куча куча агильщиков. Поэтому пока команды занимают выжидательные позиции и просто танцуют возле Рошана, чтобы кто-то, может быть, рискнул и попробует подловить наши птицы. Кому-то нужно смоук заюзать. Кому-то? Кому-то точно нужно. Если кто хочет забрать Рошана, тому нужно заюзать смоук. Ну, вот смотри, Баратрум хочет забрать Рошана, он покупает смоук. Ну, вот сейчас вопрос. Вот, учитывая то, что вот тут появилось кое-что, да, вот кое-что вы увидели, если Бамбу это сможет реализовать, то тогда и тут тоже кое-что. Да, в принципе, я думаю, у нас сейчас будет двойная атака. И посмотрим. У Дазла тоже есть смоук. Между прочим. Вот ребята потихонечку стягиваются к Рошану. У обеих команд есть ворды. Здесь вот у команды 4 сел. Отличная позиция. Сменькая хорошая позиция. Идеальная. Позиция реально хорошая. Клевера врываются. Там только что погиб волк. Ай-яй-яй-яй. Но не погиб и сейчас. Только что вызвали новых, но нужно впускать волков. Очень быстро вот эта вот вот эта штука умрет. Очень быстро она умрет. Вы видите, как быстро она падает. Так, видят Пайката. Вив пошел по двоим сейчас. Хвост юзает форму. Стенка не самая хорошая от Секси Бамбу. Стяжка тоже плохая. Вгрызается в Никуа. Чардж от ЕГМа на милишного Некра. Есть ли Незерстрайв у ЕГМа? Конечно же есть, но растягивает очень сильно. Сейчас Ликантроп, он мало наносит урона. Это выгодно на самом деле клеверам, потому что впоследствии Эмпайр не способен будут хорошо драться. Соник Вейв, ЕГМ выживает. Неужели никого не удастся убить? Отличный Винтерс Керс от Алоха Дэнс. Есть второй. Снова его юзает. Пайкат может здесь погибнуть. Да, Пайкат погибает. Алоха Дэнс делает даблкил. Накатывается на Саксу Паник. Паник в таверне. И Секси Бамбу последний, кто остался жив. А нет, Тимплей от Имперцев. Очень круто. Хвост втанковал как мужик. Ну то есть, Хвост сколько там, секунд 10 наводил движуху. Полностью реализовал свою БКБ. Да, просто бегал, бегал, бегал. Заманил их вот в этот узкий проход. И так получилось, что Алоха Дэнс вошел как нож в масло. Двумя ультами убил все. Забирает второго Рошана Эмпайра, а Эгис достается Квин оф Пейн. Мы видим плейт Мэйлу резолюшна. Это может означать то, что Резолюшн будет покупать здесь Шиву. Ну, Керасу можно как бы и на Ликонтропе сделать. Да, вот Шива появляется. Вышечку догрызают имперцы. Ничего с этим 4СЛ поделать не смогут. И теперь нужно как-то Ликонтропа попытаться сконтрить Бетерплей, наверное, гирокоптеровский. Да, тут двойный выбор. То есть, в первую очередь ты будешь контрить Бетерплей, в вторую очередь ты будешь контрить какой-нибудь там может быть потенциальный Солар Кресс, который могут те же клевера собрать. Здорово Бислоу Блэйд собрать. Бислоу Блэйд действительно нужен Хвосту. Но, опять-таки, может он продолжит просто гнуть свою линию и купит Керасу для всей своей команды. Да, есть третий вариант это когда ты понимаешь что в принципе ты уже как такой пугало, как такой танк который врывается и что-то все от тебя убегают и просто начинаешь паковаться в танка чтобы у тебя были отличные статы. Тут много выборов. Сейчас посмотрим что Хвост выберет для себя. Но пока Хвост выбирает клевера. Так, довольно-таки нагло перемещаются без движения без всего. Гвардят всю карту то есть стараются все-таки после проигранной драки и отданного Рошана делать так чтобы видеть передвижение соперника не терять инициативу до конца гвардят карту. Они сейчас понимают то что кулдау на ультимейт Винтер Верны и скорее всего имперцы будут рефрешера дожидаться. Потому что мы видели что способны сделать два ульта Винтер Верны. Ну тут начинается драка у резолюшена есть Аегис есть БКБшка драка очень растянутая вряд ли будут продолжать сражаться четыре села они просто отдадут ЕГМа здесь зашли в страну гирокоптер вообще улетел на низ байкат хорошо ориентируется в таких драках но он понимает что там пищу ловить под этим товаром все хватит я пошел пармить преимущество за противником пусть небольшой четыре тысячи но в целом имперцы находятся на своей территории без центрей гулять по вражескому лесу это очень опасно потому что волки они палят всю контору грубо говоря они уже в замесе не так полезны потому что они очень быстро падают там либо от стенки либо от флэкэна гирокоптера и сейчас в разведывательных целях хвост может их посылать и показывать где же бегают враги пока держится Аегис на Квин оф Пейн катился рефрешер практически на Вентро Виверни можно попытать удачу на хайграунде да да похарасить жмем хаваль жмем некрачей начинаем вот так вот потихонечку мять ну вообще достаточно уверенно зашли имперцы летит кулдаун он слегка пробьет некроф надо может их подлечить как-то грифзами не хотят имперцы этого делать не хотят не лечат своих самонов динает некрохвост ну вот сейчас такое плюс имеется то есть они вышли кулдаун потратили до некрачей теперь 80 секунд и в принципе можно вот так вот продолжать харасить выманивать кого-то на драку и заставлять ошибаться вот пока или потеряли ну тратят ресурсы имперцы понемножку кулдауны клеверане не могут там пасть вот да да егэм все понял точно да на хг не стоит идти и в принципе если бы ему как-то там шардами дорогу перегородили может быть он пожалел бы о своем чарже да 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 и в принципе ну если вот так будет продолжаться то тавер упадет и потом начнут все трудности надо свапать волка например зонки резидемейт барика теряли это три вышку только что четыре сеял но продолжать эту атаку импайр может быть не смогут чем дольше клевера ждут тем хуже имперцы стоят там еще волки что-то подкушивают есть большое количество захил они могут смотри что там бесконечно осаждать твою базу да тесный вот все лос понял ну знают клевера что через минуту только исчезнет аегис прекрасно это понимают и импайр и ну хотят они вот эту паузу выждать в ранжовый барак вгрызаются два волка хвоста эгэм несется но отменяет чардж на боте много парм хвост понимает что лучше просто отойти и спокойненько забрать да раз уж аегис очень скоро упадет то мы извлекли максимум из того что у нас получилось и теперь самое время просто ждать очередного рошана где можно закомбинить ультой вентриверный вайпера гиперстоун кераса судя по всему будет уникла кливера сейчас пользуется моментом файер разошлись все пошли фармить может быть получится сделать отличный выход ну велика вероятность пробежки да вот смотри как интересно рисует так как ребята из империи не ожидают правда смуг скоро упадет но имперцы что-то понимают правда не попадает в резолюшн это не очень хорошо вот волки 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 бегают ну все кажется не получается у 4 сил атаковать со смолка ну вот сейчас видно то что щитки снизу естественно по одному кливерам уже нет смысла бегать потому что цена ошибки очень высока и мы понимаем где находится один значит там вся команда демонедж у queen of pain это означает то что резоль будет делать мкб бкб сразу же нажимает резоль после того как получает чарж юзать шиву прыгает на егэ попытается запустить именно его фаник юзает шар убивает быстренько братрума здесь тяжко стенки пока что не было от арктира но вот она пошла но фир вешает из вегрэп еле-еле выживает винтерскерс но талокаденс но второй винтерскерс он заюзать здесь не сможет 2 в 2 пока что у нас размен хвост пытается загрызть никого но он очень толстый хвосту его элементарно не пробить где queen of pain queen of pain дали развлекается на пару с фаником рвается а бойката убили зато а вот никого теперь можно попробовать убить секси бамбу получает оркет у него хекс будет через 8 секунд секси бамбу пытается уйти телепортом здесь нету ни одного скилла которым можно было бы этот телепорт сбить юзается шива никого монтир вокруг деревьев но он отсюда никуда уже не денется надо давать хотя бы вайперстрайк и убивать хвоста но и он и этого не успевает сделать ну все получилось замечательно резолюшн успел прожать бкб сагрили на себя всю команду хорошо раскрытились и стенка дарксира полетела так себе там по моему только в одного дазла и то который прожал грейв и еще там пару шэдоу вейвов успел откинуть то есть ну да действительно драка была ну тут очевидно и незрячему что 2 в 4 это выигранная драка для импайр там порошана у нас 2 минутки приблизительно 2-5 минут а тут интересно что тут под дарксиром стоит сколько у него денег я вот честно говоря я предполагаю что надо покупать все-таки лотосорб лотосорб мега крутой артефакт тут лотосорб нужен и ребятам из импайр и клеверам этот лотосорб нужен и против тасика может там довольно и против тасика и против винтерскерса и хикса и стана там венгин вот он вот он лотосорб наконец-то это тот айтем который многие в свое время не дооценивали потому что ну не в большинстве ситуаций их он работает вообще мне кажется что он даже лучше чем линкин сфера нет да-да-да но в ситуации когда против тебя вот такие ульты которые пробивают бхб и команда которые те же линки могут спать нас убить то лотосорб это один из лучших сакса погибнет сейчас на нем оркет не остается у него шансов здесь немножко расклеились кавера а имперцы в свою очередь довольно-таки здорово давят и сейчас нужно попробовать какую-то бомба комбо через дарксира можно попытаться даже как-то имперцам разделиться на топе там голые бараки или или будут наверное все-таки мид давить да скорее всего будут давить мид отличный от ноуфира он попадает во всех кого нужно пошел хауль ребята быстро убивают крипов и здесь без надо драться свинги как-то тяжеловато сатаник приобретает у нас герокоптер чардж в хвостах хвоста возможно как-то зацейвит и драка разделяется очень сильно отблинкивается кажется фаник а тут шар шар ответный летит посмотри и выманиваются этим шаром сейчас 4 сел нужно убивать эгэма здесь пошла кислая от дазла эгэма заперли в шарды он юзает чардж но умирает а вот тут-то как раз таки лотусорф по-моему сыграл минус немножко не то мне же говорят что получится как-то прикольно вот получилось пульдат интервиверный в никуа и тот получает пендаль от тускара еще один лотусорф он долго живет этот вайпер но все-таки отправляется в таверну байбека нету стяжка стенка подходит пайкат пайкат с артаником начинает расстреливать свой флагканон на резолюшн получил очень много демджа ему приходится отступить сакса свапнул хвоста но вот в мосту здесь не выжить ну хорошая комбинация то есть можно еще догнать алоха дэнс можно попробовать там венга бежит на барабанах гирокоптер на бутерфляе бамбу ищет кого бы зафиксировать но все разбежались вот ну по поводу лотуса вот и так вот бывает то что можно использовать против тебя фаник сыграл в очередной раз шикарно но стоит помнить об одном что если дарксир всех стянет если он поставит стенку и гирокоптер начнет слэккэнона по всем настреливать то там будет очень больно и не жевает никто даже учитывая что у гирокоптера там нету манки кингбара какого-то который сильно бустит урон то есть нужно продолжать держать построение несмотря ни на что и тогда у имперца все еще есть хорошие шансы убивать кого-то пытаются 4СЛ спровоцировать хвоста на выкуп но похоже не получится у них это сделать у импер очень хороший отспам они отспамились ну вот тут смотри что можно спровоцировать это реально не круто вот сейчас может быть вот сейчас идеальный момент для клеверов потому что у них слишком много ауру здесь аура барика аура на винге еще барабанчики минус армора нужно идти имперца нужно идти а Рошана давать нельзя ни в какую вайпер далеко это будет 4 на 4 есть ульту в интервивер но хикса нету и секси бамбу бежит в инвизе тут есть хоть какой-то детекшн на него нет есть детекшн у тускара не поставят у нас стенку со стяжкой дарксир прям так что имперцы офигеют очень хорошо сигилом светит бамбу и гэм пошел растягивается драка и боятся 4 сел но тут у них было время пока хвост находился в респауне сейчас же хвост вышел злой и голодный он готов разрывать висит виф на гирокоптере нужно немножко переждать там много минус армора и заходить на рошана никому нельзя да вот фанник посмотрел доложил а что по смокам есть смоки какие-то хотя кажется погоди пытается импайр начать драку сайланс на винге пошел фанник в сексе бамбу но нужна поддержка бамбу в итоге отступил нужен ультимейт но разделилась драка хвост бежит за бариком который продолжает кайтить барика забрали квапа прыгает это минус один и вот сейчас главное и витерскер зато лоха дэнс он не видит цели в кого можно было бы ультануть потому что лоту-сорт висит на пайкате стяжка стенка sonic wave еле-еле у нас переживает все это дело ноу-фир но тут шарик от фанника хорошо убили двингу сексе бамбу пытается отступить вайпер работает по ноу-фиру на котором грей на котором грейвул да действительно убивают у нас еще и вайперы кажется это минус 4 сексе бамбу получает шедоу-страйк умирает игроков три единственные кто пережил эту драку снова выигрывает эмпайр как же они здорово разыграли очередную драку на рошане то есть вот казалось бы второй раз но имперцы просто по-моему давят опытом за этого рошана в очередной раз врывается в хвост создает нереальный сумбур два героя убегают вот на одну сторону два героя на другую не понимают что они делать и в это время во время так вот по одному резолюшн бегает и щелкает всех у резолюшна топовый нетворс наверное на карте это да 24 тысячи у резолюшна вот у него БКБ МКБ у него доминатор еще есть между прочим его еще резолюшна стоит похвалить то что он решил делать не кастерский билд понимая что в принципе магии так хватает и делает ДПС так как все-таки кому-то пробивать гирокоптеров вайперов надо и сразу же две линии пытаются импайр атаковать в миде работают паник резолюшна алоха дэнс в таверне у нас ноуфир алибарду покупает тускар отблинкивается у пайката кстати нету блэкинбара это будет реально хорошая контраба байбекается тускар что происходит на боте а т3 вышку поломали свапает поста хвост есть блэкинбар но он не успевает его поражать зачем он сразу же прожал ультон здесь а может и выживет погоди-ка да просто вот сейчас он поражал БКБ это уже довольно-таки слабо так смотрится потому что БКБ не будет аегис ну аегис есть но без формы волк ничего не сделает и нужно убежать убежать всем и поражать своих кулдаунов его теоретически могли просто забрать если бы тиммейт его не подсейвили ну там был хет стан он пока нажимал форму пока он превращался в большого и страшного волка он получил много станов и он там реально мог БКБ не успеть поражать но в итоге ему пришлось все-таки это сделать и отступить не хотел он терять аегис потому что в такой ситуации если ты теряешь аегис то ты распавнишься без формы и ты бесполезен да и ты бесполезен как мега крип да наверное можно сравнить Ликантропа с мега крипом но имперцы никуда не убегают им естественно нет смысла отходить все на их стороне перефарм 14 тысяч есть вообще все необходимые артефакты тут в принципе квапа в 6 лоток и ну разве что сатаник подождать и будет вообще очень жестко волка форма откатилась некра 35 секунд можно попробовать ну хотя бы отпустить по центру кого-то одного чтобы может какая-нибудь квапа перетянулась да 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 надо мне кажется немножечко сплетануть главное не поймать какой-то хекс от Дарксира иначе может все плохо кончится ребята вгрызаются в рейнджовый барак квапа аккуратненько тыкает его террор пошел не добили рейнджовый пошел так что там происходит показалось что там какой-то Винтерскерс уже был заюзан но видимо мне действительно показалось да у рейнджового барака мало хитпоинтов летит колдаун он убивает крипов отспамливается гирокоптер очень больно резолюшн пробивает ЕГМ заходит Шива вешает саленс сдает ультимейт но ЕГМ и спасает волки добивают рейнджовый барак отойти потратили ультимейт квапы кудоун 140 секунд и лучше не рисковать можно в миде еще попытаться забрать рейнджовый барак Аегис еще 2,5 минуты будет находиться в инвентаре Даззла можно свапнуть Даззл попался нашли его не успевая достать повесил на себя грейс спрятал его паник и вот сейчас нужно как-то драк очень растянута драка у 4 села они тут просто ничего не смогут сделать хотя бы влетает Дарксир ставит стяжку в стенку один в один пока что размен Сакс очень мало хитпоинтов имеет Саксу сгрызает Гирокоптер бегает просто рядом он не понимает что ему делать потому что там его просто смогут смять он убивает милишного Некраб получает много урона отступает им перца отблинкивается Фаник хвост под замедлением он юзает волков дальше бежит секси-мабух Екс через 15 секунд Фаник готов ворваться у него есть алебарда он может задезармить какого-нибудь Гирокоптера или даже Вайпера при необходимости но решили Клевера дальше не давить Пайката заперли в шарды Фаник пытается выиграть время он мигает он говорит ребята Пайкат заперт его можно убить Фаник подходит дает ему пендаль юзается Шэдоу Страйк юзается Оркит и Пайкат на Сурже все-таки у нас здесь отбегает Нико получает микростаны от Манки Кингбара Резолюшена не, ну все-таки тут надо прекращать тут походу уже не получится ни у кого-нибудь кого-то подцепить нету у нас Винтер Виверны рядом чтобы Винтер Скёрз заюзать нету стенки у Дарксира и у Винтера Виверны есть два ульта им нужно сейчас заходить на ХГ и сносить миличные бараки у имперцев есть все ресурсы заходит на Дарксира фокус от всей команды на Дарксир убегает подходит Вайпер пробивает Фаник Фаник танкует боже мой как он живет ты посмотрел у него Алибарда и у Никуа просто не может пробить под Сигилом такой противный этот Тускар Винтер Скёрз в ЕГМ хороший ультат Винтер Виверны ЕГМ убивает своих Хвост подходит понимает что нужно добивать у хвоста из Тайгес он помирает но разменялся на Баратрум отлично Винтер Виверна нужно спасать есть сыр нужно кушать сыр сыр съедает подходит Геррокоптер начинает раздавать а у него Рапфир у Геррокоптер и Рапфир его пытаются убить он брожал Сатаник ответный Винтер Скёрз от Алоха Дэнс бойкат еле-еле жив он отхиливается он живет он отходит Резолюшн убивает его Скримом и у Резолюшна проблема у Резолюшна Рапфира здесь рядом ноуфир у которого есть Грейп но похоже Квапу здесь убить уже не удастся он дает одну тычку убивает Вайпера чаржит Нигэмом ноуфира ноуфир также умирает Густ оф Тревел от Ликантропа он паркится Сатаник сюда но КГ уже написал бойкат что за игра очень красивая игра от имперцев как же они классно сражаются как же они исполняют вот опять один момент на Рошане когда кто-то ворует Аегис и забирает этого Рошана просто происходит переворот с ног на голову на карте и в целом все замесы 5 на 5 то есть казалось бы у Клеверов все было хорошо но вот эти вот разводы когда Волк идет и стягивает всю команду эти жертвы когда Фанник начинает танковать и для Винтер Верн и Спейс создавать позволяют имперцам всю команду под корень убивать